Девушки отдыхают Архангельс расположен в месте, где река Двина впадает в Белое море. Более чем в тысячу километрах от Москвы и более чем в двух тысячах километрах от любого европейского города. Почти девять месяцев в году город покрыт снегом. Архангельский регион – один из немногих регионов России, незатронутых татаро-монгольским игом и сохранивших в чистом виде средневековую русскую культуру. Джаз-группа «Архангельск» во главе с саксофонистом Владимиром Лизицким живет и работает в этом городе. Это настоящая пустыня и географическая, и культурная. Существование в ней джазовой группы немыслимо само по себе, не говоря уже о существовании одной из самых впечатляющих групп новой музыки, которую сравнивали с художественным ансамблем «Чикаго» и оркестром «Сандра». Участники группы уже много лет выступают в одних и тех же костюмах. Довольно трудно не заметить политического подтекста, когда лидер группы, одетый в лагерную робу, начинает скандировать посреди саксофонного соло лозунги вроде «Выпьем за Ленина, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем за Ковызарья!» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джаз группа Архангельск – это прежде всего коллектив. Им пришлось держаться вместе, чтобы выжить в таких суровых условиях. Они встречаются не только на сцене, но и в свободное время. Вместе играют в футбол, вместе ходят в сауну. И, возможно, такой здоровый образ жизни – одно из объяснений тому, что группа смогла остаться на плаву с середины 70-х. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почти 10 лет они боролись за официальное признание их властями. И в то же время им приходилось зарабатывать на жизнь, играя в ресторане для пьяных моряков и лесорубов. Может, поэтому репертуар группы практически безграничен. А каждое выступление – это путешествие сквозь историю джаза, поп и новой музыки. Эти нечеловеческие усилия группы, чтобы остаться вместе и играть свою музыку, не прошли даром. Сейчас у них есть свой джаз-клуб в Архангельске, где встречаются все местные музыканты, поэты и интеллектуалы. Фестиваль, который группа проводит ежегодно в октябре, превратился в настоящее паломничество для многих любителей музыки со всего Советского Союза и даже некоторых иностранцев, которым случилось о нем услышать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Играет музыка. 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 Группу легко узнать по их сильному и ни на что не похожему звуку. Тем не менее, главное достижение группы лежит в несколько иной области и может ощутимо повлиять на европейскую новую музыку в целом. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok